привет youtube привет подписчики и гости моего канала в этом видосе хочу показать как я поставил себе новый забор из профиля значит у меня это заняло чуть меньше месяца никуда не спешил никуда не торопился получилось у меня вот такая вот красотища предлагаю посмотреть видос примерно он займет час времени а у меня почти месяц работы снимал это короткими роликами делился у себя в группе ссылочка будет в описании вот с мужиками и они мне подсказывали какие где что лучше сделать делились своими советами опытом так что мужики вам привет огромный вот мы его все-таки победили вот такой вот у меня получился значит замочек кодовый поставил ящик почтовый врезал за что почтальон меня очень даже поблагодарила что у некоторых режет руки у меня нет вот второй заезд как я делал все это будет в видосе так что всем привет приятного просмотра мужики всем здорова вот сейчас буду вот этот забор разбирать всего тут навсего 20 метров вот такая штукенция столбики буду вырывать вот этим монстром своим потому что там бетона у них залита я даже не знаю сколько буду расшатывать и вырывать сейчас секции срежу там железо лежит уже трубы лежат столбы лежат будем бетонировать и менять забор сплошняком задолбал этот аквариум если честно такая штука все погнал я срезать как вырывать буду покажу я может и не получится ничего так итак мы его победили это вообще трындец он еще больше чем у тот оказывается на такие столбики конченые лили вот столько бетона чтоб наверняка чтоб наверняка я не знаю весом больше на 1 сотни а может под сотня все победили мы его до очень не нашел я лучше способа грузить от эти болванки в прицеп короче вот талька за навес через ремень вот такая у меня есть кара ручная сейчас подкатываю сюда она спокойно привозит вот поднимаю потом трактором подъезжаю назад и опускаю уже в прицеп так задрат и стоит потому что его наверх рамы пристегнул навеска когда ставится навеска у меня шару тут снимается а так он ровно стоит если на низу ну заодно и выкатывать будет удобно я имею борт я сниму полностью а потом тупо буду выкатывать он как раз уклончик есть отлично сейчас подниму покажу как это все происходит так Продолжение следует... 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 будут у меня кругляк круглые трубы так как они меня есть там еще еще есть на не 9 метровые толщина стенки 5 миллиметров я думаю выдержу до заборчик из профиля метр шестьдесят не погнет завариваю сразу верхаем чтобы вода туда не попадала тут осталось еще четыре штуки это короче трубы резьба он еще за этот муфта это вообще буровая штана я по-моему они все отсюда с буровой вот такая штукенция вот таких ушек на вырезал это металл двоечка 2 миллиметра порезал он эти ножницами по металлу они у меня до трех с половиной миллиметров кромсают нарезал квадратов вот так бабах обчертил и ножницами по кругу быстренько забабахал и все солнышко садится садится йог макарек сейчас в чем доварю по такие эти и видно на буду это прожигать для арматуры не хочу его приваривать прожжу здесь здесь вставлю кусок арматуры поперек еще одну вставлю такой своеобразный ежик будет и все обрезков у меня хватает а приваривать я не хочу во первых прожечь намного быстрее вот и мне кажется целая арматура будет держать лучше чем чем сварка все я думаю сегодня подготовлю на завтра бетонные работы уже он бетономешалку закинул наверх все потом загружу трубы и все это поедет туда зверюга стоит да и сцепление некогда сделать вот такая штука у меня короче целый день сегодня с железом не половина не железом половина с ямами как-то так творческий беспорядок понятное дело все закончил заливать только что все это кажется очень быстро 11 столбиков но на самом деле все это очень даже и не быстро здесь у меня я вчера показывал заварил вот и выставил их абсолютно как показать не знаю там шайка лейка в один уровень то есть по верху у меня уже идет в ноль в нуле не надо ничего не резать ничего все это все это вот благодаря вот этому аппарату вот этому аппарату лазерному точнее оптическому нивелиру вот все трубы идут по верху в ноль то есть в один уровень вот такая штукенция все собираю сейчас все закидываю на рецепт завтра буду уже бордюр ли ставить опалубку варить арматуру и лить бордюр снизу вот такая у меня еще будет штука не просто так мужики всем здорова все дождь прекратился солнышко светит тучек нету разобрал опалубку он заливал здесь бордюр вот и продолжаю дальше поставил такая штукенция тут переходе к небольшой получился ну ничего тут у меня четыре жилы кидаю проволока шестерка по всей длине не знаю для успокоения души что ли можно было конечно не делать и сделала вот там они уже залиты и здесь тоже сюда а потом говорю уже последнюю очередь здесь ворота раздолблю машина поночует на улице пару дней я думаю ничего страшного не будет и здесь буду жилы кидать нашел способ как проволока на мне вся в кольцах как ровненько и натянуть интересно получается фигня руками и так не натянешь вот короче сейчас будем испытывать бетономешалку с новым движком может фигня полная придется переделывать но уже этот бордюрчик долью посмотрим сниму видосик конечно же как мешает не быстро может может и быстро не знаю получается так неплохо 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 бордюр вот это все идет у меня в 0 здесь ниже там вообще будет минимум торчать у так бордюра вроде как по уровню хочется так ну сейчас от сила привезу вот короче вчера все таки я показывал что кнопка у меня была снизу и вчера я вот это все дело крепления переварил снова там его отрезал и развернул его просто развернул чтобы он был ниже чтоб натяжки хватало ремня и удобно кнопка с любой стороны сверху такая штукенция посмотрим как она будет работать как она будет мешать часы что это то есть такое устро не мешает хорошо нас водички чувствую добавлю Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Двигатель даже не нагревает Отлично Короче, вот замешал я полная, полная вообще тут вот, полная загрузка Такая вот фигня, ну можно было еще вертикальнее поставить, но тогда она на заднюю стенку сильно не мешала бы она лопастями Так она вот стоит в нужном положении Так, ну еще хочу проверить сейчас, чисто начнет она крутить с раствором, да, с этим бетоном Этот самый, полный бак, двигатель запустится или нет Прошлый у меня не запускался Сейчас попробуем Это вот интересно самому Отлично Тяжело, но запустился Это хорошо Это меня уже радует И вымешивает довольно таки и неплохо 30 оборотов, я как вчера говорил Делает в холостую Поэтому Ну где-то С нагрузкой, я думаю, будет где-то 28 оборотов в минуту Я думаю, достаточно Как-то так Так, вот такая тут не видно будет, да, траншея Получилась Вот, вот она эта Шпала лежит Ну сколько тут сантиметров вот До края, это от края шпалы Сюда Вот эти столбики Скрутил их полностью Вот так вот Чтоб в одной плоскости было Сейчас там подложу что-нибудь Чтоб она не до земли Вот Тут я Пробовал варить Фигня полная Вот эта, она полустальная какая-то Лопается, трескается Короче, остальное все прикрутил Арматура внутри С трех сторон Все Сейчас это положу Заложу И будем вымерять Примерно как-то так Палубку тут на въезде Короче, уже настроил Вчера начал Выкопал Вот Выкопал я У меня там лежит Снизу На вот эту всю длину Шпала Железобетонная С путей Вот до нее Дочистился Все Там у меня Она Как основание Давным-давно Была заложена Вот Сейчас Поварил Арматуру Как раз Вон 4 столбика Чего Вырывал Вон они Там заложены Внизу Все это Поварено В монолит Скручено Вот такая Вот будет у меня Армированная Здесь Штука Бордюр Конечно Камера Это все Не передает Все это Все эти вещи Вот Поднято Спокойно Влазит Все сейчас Делаю пожиже Заливаю По низ опалубки На вечером Уже долью вверх Вот Это чтобы Не Раздавило Не провалило Столб Там плюс Еще будет Шпала Держать Снизу То что Нет Нет У меня Камазы Заскакивают В двор Что то Разгрузить Что то Выгрузить Поэтому Здесь Будет Такая Штука Ну а Здесь Попроще Четыре Жилы Чисто Чтобы Шестерки Проволки Это на Калитке Ну и там Везде Никуда Не Делаться А здесь Уже Основательно Капитально Монолитно Вся Эта Штука Получается Все Сейчас Буду Лить Начал Уже Варить Забор Свой Вчера По низу Просечку Кину 8 метров И так Сварил Я не знаю Уже Сколько Туда Ждотуда Тоже Надо Кидать Сегодня Целый День Варил Ворота Собирал Вымерял Размечал То есть Я их Делаю Сразу Сразу Делаю Ворота Калитка Вот здесь Будет Все это Разрезаться Также Сварю Калитку На месте Вот Ворота Они Сваренные Но Не Разрезанные Вот Там Вот Здесь Будет Все Разрезаться Здесь Оставил Специально Сантиметр Вот Если Что Она Будет Упираться Вот Здесь Вот Эти Трубы Они Будут Стыковаться Упираться В них В торцы То есть Там Краска Не будет Царапаться Минимально Вот Такая Штука Здесь Тоже Будет Отрезаться Вот Такая Вот Фигня У меня Так По Простому Завтра Взял Сегодня Навесы 28 Приварю Навесы Вот Не знаю Может Еще Что Кину Посередине Я Может Ничего Не буду Посмотрим Как Оно Будет Что Оно Будет Тут Каждые 15 Минут Ходят Советчики Всякие Разные По Улице А Что Сдвижные Не Делаешь А Что Так А Что Так Широкие Захотелось Мне Ширина Ворот 4 Метра Чтобы Была Захотел И Делаю Себе 4 Метра Ворота Одна Ворот 2 2 Метра Пролет Вот Такие Я Хочу Ворота Больше Не Хочу Меньше Вон Там Меньше Будут Ворота И Калитка Калитка Там 90 Здесь Калитка Метр Проем Будет Калитка Метр Вот Так Я Захотел Ох И Советчики Все Специалисты Крупные Просто Жуть Так Ладно На сегодня Все Завтра Буду Продолжать Уже Есть Навесы Буду Буду Уже Варить Разрезать Открывать И Внизу Заливать Съезд Такой Бетонировать Буду Потому Что Когда Это Будет Подниматься Все Неизвестно Машину Надо Загонять Вот Такая Штукенция Все И Калитку Соберу Также Отрежу Навесы Приварю И Буду Там Сразу Открываться То Есть Все Вровень Забор Без Без Щелей Вообще Без Ничего Не Будет Четенький Как Струночка Я Не Знаю Все В Уровень Все В Один Уровень Гонял Купил Такой Замок Хочу Все Таки Вот Такой Вот Чтобы Ключа Не Было Впендюрить В Калитку Тут Чуть Чуть Подрежу Чтобы Вылет Кнопок Был Хороший Тут Буквально Чуть Чуть Там Уже Будет У меня Все Капитально В Трубе Вырез Сделаю Ничего Страшного Не Будет Ну и Тут Обворюсь Так Чтобы Можно Было Закрепить Вот И Без Ключа Можно Будет Входить В Калитку Уже Я тут Ее Разрезал Все Работает Вот Такая Штука Что Обычный Замок Там Более Менее Такой Который Можно На улице Поставить Две Тысячи Выходит Ну там Тысяча Восемьсот У кого Шо Вот Это До Две Тысячи Ну Не Нужен Ни Ключ Ничего Кто Знает Код Код По Умолчанию Тридцать Восемь На Всех Замках Так Что Кому Надо Войти В Мы Поставим Такой Набор Какой Нам Надо Вот И Все Ну А С той Стороны Соответственно Уже Будет У меня Отдельная Защелка На Ночь Принудительная Будем Так Говорить А Это Чисто Язычок Только Разверну Вот И Это Будет Чисто Входная Такая Штукенция Чтоб Не Заморачиваться Ни с ключами Ни с чем Это Пластик Я думаю Что они там Сказали Вроде Как Нормально Погодные Условия Держит Капитально Ну Если Надо Я его Там Как-то Закрою Это Все Ерунда Я То Придумаю Обязательно Вот Такой Думаю Замок На Калитку Впендюрить Так Ну Я Вчера Чуясь Вчера Калитку Тут Закончил Замок Снятый Пока Чтоб Никто Не Спер Вот Такой Козырек У меня Получился Это Я Короче Там Сварил Все Это Из Трубы Вот Эта Вот Обводка Потому Что Тут Вырезалось Чтобы Было Это Все Жестко Здесь У меня Сантиметровая Еще Вставлена Как Дистанция Чтобы Замок Был Заподлицо Все Замечательно Все Хорошо Вот Это Все Накрывает Его Там Труба Сухенькая Замок В принципе Щели Я смотрел Там Где Может Вода Забежать Не Забежит Замок Становится Капитально Накрывается Все Работать Должно По Идеи Тут Приварил Тоже Такие Упоры Чтобы Она Не В Трубу А Этот Самый Вот Этим Конечно Помудохался Здесь Накладка Еще Ставится Будет Вот Я Сейчас Снял Пока Чтобы Покрасить Но Вот Это Размечание Вот Это Ужас Это Все Из Профиля Варил Профильная Труба Вырезал По Размеру Все Сверлил Здесь У меня Вот Так Вот Сделано С Ворот Открою Вот Это Упоры Для Калитки Чтобы Они Упирались И Она Была Закрытая И На улицу Не Выворачивала Ее Изначально Хотел Сюда Сделать Вот Здесь У меня Получится Она Вот Так Становится Все Это Дело Труба Будет Зашита Я имею Ввиду Профилем Да Будет Зашита Но Когда Будет Ворота Открываться Трубу Тоже Будет Видно Вот Как То Так Вот Такое Вот Продолжение Здесь Чтобы Мало Ногой Никто Не Влез Проволока Какая Тут Она Восьмерочка Вот Арматура Не Проволока Подварил Чтоб Вроде Никто Не Цеплялся Ни за Чего Вот Это Один Момент Поворотом Второй Момент У меня Центрация Вот Как Шайба Вставлена В трубу И вот Тут Прихвачена Это Раз Потом Здесь Кусок Пяти Миллиметровый Металла Проваренный Здесь И Здесь Сейчас Покажу Зачем Если что Я его Обрежу Если Будет Мешать Пока Не мешает У меня Только По краям То есть Подрезал Выкинул Да и Все Вот Воротина Два метра Одна и Другая Это Четыре Метра Вот Такая У меня Центрация То есть Вот Она Лыжа Когда Закрываешь Заходит Труба В трубу Ворота Поднимаются Потому Что Вот Эта Воротина Она Стоит На Одной Трубе И Сейчас Еще Метал Добавится Профиль И Она Все Равно Играет Как Ни Крути Видно Да Как Она Называется Просевшая Чуть Получается А Вот Это Вот Она Выравнивает Плюс Не Дает Воротам Расходиться В Разные Стороны Здесь Наверное Сделаю Такой Вертюг Не знаю Сюда Закреплю А здесь Приварю Уволки Наверное Не будет У меня Запора Не хочу Этот Засов Делать Сделаю Такую А здесь У меня Будет Все-таки Наверное Притыки В землю Потому Что Ворота Когда Будут Открываться Я Приткнул Да И Все Ветром Уже Не Шарахнет Трубки Конечно С магнитами Хорошо Но У меня Они Работают В обратную сторону Поэтому Так Все Отлично Попадает С первого Раза Шайба Она Круглая Заходит Ничего Не мешает Абсолютно Все Выровняло Я Не знаю Как Они Будут Покажутся Зимой Все Это Мы Доработаем Доделаем И Все Как То Так Только Грязище После Дождя Калитка Замечательна Вот Там Уже Покрасили Там Тоже Покрасили Осталось Вот Вчера Занимался Замком Весь День Осталось Только Вот Здесь Сделать Задвижки Засовывать Можно Тоже Красить И Не знаю И Обшивать Ну а там Уже Будем Тот угол Заниматься Конкретно За фью Уже Меньше Глаз Будет Тот угол Уже Тоже Сделаю Капитально Вот Как-то Так Подзашил Немножко Уже Этот Самый Заборчик Все Это Вот Так Вот Черное На белом Отлично От соседа Вот так Чуть Пониже Но Без Просечки Вот Такая Штукенция Получается Опять Дождь Начинается Все Более Как раз Я успел Шурик Шурик Электрический Ну нормально Вот Вот Такая Вышина Тут Вообще Не знаю Это На уровне Глаз Я Вот Стою Отлично Два метра Будет От Низа До Верха Два Метра Сейчас Низу Там Прикручу Еще И Все Вот Такую Мерочку Сделал Из Куска Проволоки Крючочек Вот Так Одевается Где Шуруп И Под Проволоку Кручу Я Не Размечаю Ничего Мне Это Не надо Размечать Это Долгая Песня Вот И Все Они Одинаково Идут Потому Что Я знаю Что У меня Ровненько Все Поварено Это Как Раз Центр Трубы Одел Знаю Что Под Низ Это Центр Трубы И Все И Погнал Переставлять А Снизу Соответственно Там Уже Где Попадает Тут Допустим По центру Потом В Кругляк Попадает Здесь Как Раз Перемычка Попадает Ну Сместил Вот Смотрят Когда Строят И Когда Ломают Больше Никто Не Смотрит Все Ровненько Аккуратненько Замечательно Кручу Сам Никто Мне Не Держит Сделал Вот Такие Штуки Я Всегда Под Нужный Мне Размер Вот Так Это Забирается Вот Такие Загогулины Это Я Сделал Специально Такие Широкие Под Потому Что У меня Лист На Просечку Ложится Вот Так Одевается Там Допустим И Там Ставится Лист Ровненько Главное Чтобы Было Все В Нуле И Все И Потом Когда Уже Верх Прикрученный Как Я Только Что И Доставал Лист Чуть Отогнул Снял И Все И Не Надо Ни Держать Ни Помощников Ничего Ни С уровнем Бегать Главное Сделать Все Это Один Раз Правильно Ровненько И Все И Никаких Проблем Не Будет С Закручиванием Вот Такой Забор Получается Черное С Бирюзой Нормально Смотрится Даже С окна Смотрел Дороги Не Видно Как Машины Ездят Не Видно Хорошо Что Меньше Кто Будет Заглядывать В Двор В Дом Да Да И Во Двор Вот Такая Получается У Меня Красотища Не Знаю Сверху Буду Кидать Не Буду Кант Посмотрим Это Уже Дело Десятое И Как Горица Не Срочно И Не Горит Вот Все Сейчас Докручиваю Собираю Потому Что Дождь Идет Отлично От Соседа Я Тоже Лицевой Стороной Ну Пониже Получилась Вот Такая Штукенция Забор Как То Так Здесь Клепать Ничего Не буду Делать Пускай Как Вот Есть Так И Есть Можно Конечно Клепочку Клепануть Посмотрим Посмотрим Это Уже Потом Главное Что Вот От Входа Нет Щелей И С Этой Стороны Буду Щели Пускать Туда Вот Оно Лицо Будем Так Говорить Центр Перехлест Туда Перехлест Туда Вот И Все Мне Так Удобнее Как Не Крути Буду Делать Так Как Я Хочу Так И Начал Подгонять Листы Забор Пройти Калитку И Ворота Солнце Вроде Сегодня Будет Сейчас Я Это Все Подгоню И Пока Поеду Гнуть Листы Жена Покрасит Окраска Быстро Сохнет Моментально Брал Такую Мощную Вот Стоит Калитка Вот Стоит Воротина Понять Можно Только Сейчас В принципе Только По шурупам Где Она Подгоняю Таким Образом Вот Такая Штука Вот Край Калитки Один Заходит Это Я Показываю Где Стык Идет Вот Край Калитки Другой Заходит То есть Вот Она Калиточка Гнуть Я Поеду До Своя Чка Он Мне Заворачивает Станком Вот Так Вот То есть Убирает Острый Край Вот Этот Острый Край Мы С ним Загинаем У него Огибочный Станок Занимается Жестянчик Занимается Вещами Интересными Вот Позаворачивал Я Здесь Тоже Мини Малочку Сделал Здесь Напуск Перехлёст Калитка Вот Как раз Эта Щель Закрывается Ну Чтобы Мало Ли Кто-то Ледеть Или Зацепился Чтоб Нельзя Было Порезаться Вот Здесь Все Это Подгоняю Ну Тут Промашечка Вышла Все Это Закрывается Подгоняю Так Что Это Низ Вплотную Это У нас Идет Уже Верхняя Волна Накрывает Чуть Чуть Ее Догнул Чтобы Плотненько Было И Все Она Так Заходит Одна На Одну И Закрывается С торца Вот так Смотришь Спереда Вообще Не видно Сплошняком Идет Забор Вот Только Можно Посмотреть По шурупам Да Да бог с ним Я Не принципиально Не Надо чтобы Сплошной Забор Был Вот Уже Пол дела Сделано Сейчас Прохожу Прохожу Я Здесь Соответственно То же самое Здесь Она Перекрывает Все Это Капитальненько Закрылась И до свидос Вот И греметь Уже Не так Будет Как на тех Резинках Хотя На резинках Не как На железе Все Сейчас Вот это Все Размечаю Пока Он Сегодня Дома Поеду Еще Загну Тут Края И Там Края Как Они Будут Выходить Я Не знаю Вот Вот Так Вот У меня Получается Вот Такая Вот Фигня Если Не Ставить Ручку Можно Пройти Мимо Конела Короче Купил Там Еще Три Трубы На Те Ворота Мне Там Не Хватило Две Одну Такую На Всякий Случай Чтобы Была Все Рано Она Пригодится А Может И Кусочек Еще Третий От Шпиля Каю Вот Вчера Чего Успели Слишком Много Тут Всяких Загуглен Прогуглен Погода Нифига Не дала Добили Калитку Воротину Одну Еще Одна Осталась Сейчас Жена Покрасит Пока Тучи Есть Солнца Нет Краска Быстро Сохнет Час Два Можно Уже Смело Работать Вот Короче Что еще Взял А Уголки Уголки Взял И отбил Вверх Такой Беленький Получился У меня Вверх Вот Я думаю Даже Так аж Симпатичнее Будет Пройдусь По Цветочнику Как Говорится Белый Верх Черный Низ Классический Вариант Вот И тут Торец Тоже Закрыл Тут Зарезался Только Одну Сторону Зарезал Другая Прямая И Соединил Их Вроде Как бы Чтобы Оно Не было И Здесь Закрылась Труба И Сам Профилина Ну Не знаю Может Вот эти Взять Клепки Какие Троечку И Проклепать Хотя Бо По Одной Или Так Оставлю Портить Не буду Мне Не принципиально Пускай Так И Будет Главное Это Вот От Этого Никуда Не Денисе От Этих Штук Посмотрим Может И Проклепаю По Одной Клепочке Возьму И Клепану Так Что С Цветную А может Не буду То есть От входа Все эти Швы Их Не Видно Что Здесь От входа Что Здесь От входа Я Пустил Все Швы Туда То есть Центр Центр У меня Получится Их Не Видно Что Сюда Что Туда Вот Такая Штука Короче Нормально Получается Сейчас Буду Здесь Врезать Замок В профилину И Вешать Вон Почтовый Ящик Дешевенький Взял Все равно Он будет Висеть Внутри Дорогой Мне Не Нужен Поехал Там Полторы Тысяча Семьсот Две Тысячи Ящики Ну Такие Уличные Но У меня Здесь Тротуар Его Просто Оторвут Вчера Не успел Снять Что-то Не подумал Можно было Снять Вчера Тут Один Пораженный Коронавирусом Понад Забором Пролетал Думал И выломает Мне Забор Весь В кровище Задолбался Оттирать После него Короче Зомби Ну Ничего Посмотрим Вешать На улицу Точно Как Ребятки Врезал Я Замок Сейчас Лист Открученный Даже Не болгаркой Умудрился Вырезать Ножницами Просверливал Вот И Вот И Таким Конусным Сверлом Китайским Вот Сюда Буду Ставить Вот Такую Ручку Вроде Какая-то Железяка Такая Клепаная Белую Не захотел Зачем Здесь Высверлил Здесь Буду Ставить Такую Втулку Чтобы Она Упиралась В трубу И Железо С ручкой Вообще Не будет Метал С ручкой Вообще Связанный Никак Не будет Вот Так Вот Я Прикручиваю Дальше Идет Будет Накладка Такая Она Спрячет Вот Такая Накладка Перед Ручкой Сейчас Попробую Вот Так Вот Так Вот И Она Будет Иметь Какой-то Небольшой Зазорчик Абсолютно Чтобы Не царапать Не выламывать Короче Не крутится Жестко Болтом Насквозь Прикручиваем Все Здесь Так Накладка Вон Накладка Лежит Сюда С цифрами И Тоже По форме Волны Вот Так Согну И Приклепаю Вот Чтобы Тут Ничего Лишнего Не Городить Все Она Вот Эти Зазоры Перекроет По форме Волны Будет Продолжение На клепочках Отлично Мне кажется Будет Ну и Ручка Соответственно Здесь Как-то Так Как-то Так Здесь Я сразу Приварил Кусок Трубы Такой Длинненький Потому что Я не знал Где она Будет У меня Попадать На какую Волну Куда Чё К чему И почему Приварил Я ее Не так А вот Как-то На третью Часть То есть Опустил Где-то До половины Трубы Ну Чтобы Можно Было Разгуляться Как-то Как-то Так Все Отлично Все Замечательно Вот Попытка Была Одна Вроде Она Мне Удалась Потому что Если Где-то Что-то Закосячил Лист Пришлось Наверное Выкидывать Все Продолжаю Мастерить Химичить Ну Это Уже Здесь Вот Так Вот Все Это Уже Как-бы Это Ты На втором Заезде Там Уже Ворота Калитку Делаю Вот Забор У меня Сплошняком Идет Без Всяких Выделений Там Где Ворота Где Калитка То Есть Вот Она Воротина Вот Она Начало Воротины Да Который Край Вот Он Центр Воротины Вот Он Идет То Есть Все Это Закрывается Никаких Щелей Здравствуйте Саш Так Тут Почтовый Ящик Вчера Устанавливал Думал Быстро Это Все Дело Устанавливается Да Хрен Там Пол Дня Убил Чтобы Это Все Культур Мультур Разметить Поставить Придумать Куча Вариантов Была Сделал Так Из обрезков Согнул Сюда Завальцевал Все Это Здесь Тоже Закруглил То Нельзя Не Порезаться Ничего Простой Почтовый Ящик Внутри Здесь У меня Ручка Ручка Вот так Вот Прикручена В верхнюю Волну Но Она С железом Вообще Никакого Контакта Не имеет Замок Вот Так У меня Установился Пластину Взял Вот Это Она Была Плоская Я По Форме Волны Согнул И Приклепал Очень Так Необычно Получилось Своеобразно Вот Такая Штукенция Вот Она Калитка Вот Стык Калитки Перекрывается Вот Стык Калитки Другой То есть Отсюда Зазора Никакого Нет Так Ну Входим В калитки Соответственно Там Нажали Одной Рукой Да Нужную Комбинацию И Зашли Здесь У меня Накладка Вот Такая Вот Эти Края Я Возил До Товарища Мы Заворачивали Станком Чтоб Нельзя Было Порезаться Везде Везде Где Открывается Там 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 Везде Все Это Самое Завальцовано В целях Безопасности Так сказать Дети Маленькие Бегают Еще Не дай бог Упадет Чтоб Нельзя Было Порезаться Вот Здесь У меня Такой Простенький Почтовый Ящик Легенький Висит На воротах Это Глазок Кто Пришел Кто Ушел Все Понятно Вот Такая Штука Здесь Мужики Я уже Показывал Некоторым Сначала Я приварил Здесь Уголки Были У меня Потом Взял Клиновой Ремень Кусок Привинтил И В упоры Вон они Упоры Закрывается И Стука Нет Ну Это Соответственно На ночь Наглухо Запечатал Тут У меня Вот Так Вот Все Это Ручка Такая Большая И Все Тоже Открывается Одной Рукой Здесь Козырек Чтоб Вода Туда Не Затекала Не Попадала Ничего Там У меня Короче Не знаю Может Даже Силиконовой Смазкой Какой Нибудь Туда Запшакаю Чтоб Воду Отталкивало Ну Соответственно Хорошо Это Дело Мазало Вот Такая Вот Штука Видос Запилю Более Подробно Уже Потом Попробую Рассказать Вот Все Там Как бы Для Ручки Труба Лист Железа С ручкой Не связан Там Просверлено Сверлом На 20 22 Наверное Через Втулку Ручка Прикручивается К Вот Этой Трубе Вот Этим Болтом Вот И Все Так же Точно И Никак Не Этот Самый Накладка Вырез Это Я уже Показывал Как Я Вырезал Вот Ну и Воротина У меня Здесь Такая Сейчас Тоже Это Вторая Ручка Думаю Куда Я До Сюда Очень Удобненько Положил И Все Сейчас Открою Ворота Еще Не Разработалась Вот Такая Штукенция Сверху 30 Уголок Вот Блин Хожу В этой В шлеме В сварочном И Вот Они Ворота Такие Вот Четыре Метра Заезд Четыре Метра Вот Здесь Когда Воротина Открывается У меня Открывается Столбик Но Здесь Приварены Упоры За Трубой Их Не Видно Вот Это Для Того Чтобы Калитка Уже Не Доворачивалась Вот Так Вот Продолжил Просто Трубу Я Вообще Варю Ворота Я Вместе С Калиткой Сначала Варю Потом Разрезаю Иди Мне Надо С навесами Вот Ветер Гоняет Воротину Но Ничего И Когда Закрывается Она Здесь Тоже У меня Все Здесь Добавлял Шестерку Проволоку Чтобы Ногу Нельзя Было Зацепиться Ничего Вот Такая Вот Штука Вот И Почтовый Ящик Открывается Вместе С Воротиной Как-то Так Ну Оцентруется Я уже Показывал Тоже Да По-моему Я не помню Вот Здесь У меня Приварена Вот такая Шайба Точнее Вложена В трубу Прихвачена Сверху А здесь Три Миллиметра Кусочек Железа И Когда Она Вот Так Вот Заходит Друг Друга Сама Себя Оцентрует Там Верх Не расходится Уже Никуда Не расходится Здесь Уголки Становятся Ровненько Не надо Их там Ловить Только Остается Опустить Засов И Не дают Воротине Падать Потому что Она встает На одном столбе Когда Не открывается Она чуть-чуть Все равно Потому что Два метра Длина Все равно Она его Прогинает Хотя и столб Пятимиллиметровый Вот Такая Вот Штука Получился Вот Такой Вот У меня Заборчик Сейчас Там Еще Доделаю Дверь Стоит С прицепом Здесь У меня Все Подъехал Отработал Загрузил И уехал Потому что До хрена Мелочевки И в траве Там Потом Искать Не очень То Хотелось Ну и готовый замок Он у меня Выглядит Вот так Вот уже Сто раз Откручивал Раскручивал Уже краска Такая Подкрашивать Надо Короче Облучивается Вот такая У меня Ручка Получается Под палец Сделал Козырек Все Отлично Не знаю Снимает Не снимает Камера Приложить На ночь Вот такая Задвижечка Засверлился На всякий случай Вот Кнопки Получились Так его Вымерял Высчитал Что они Вот здесь Совсем Минимум Торчат Тут я Просто Довернул Накладку На Профиль Как профиль Идет И все И получилось Так оригинальненько И классно Ну ручку там И сейчас Ты посмотришь Как я прикручивал Через профилину Отлично Получилось Ну в трубе Делал вырез Получается До вот этой Пластины Вот здесь Труба А остальное Вот это я вырезал И он получился У меня Вот так вот Вровень Ну то есть Это я уже Подгонял его Чисто под профилину Чтобы Кнопки Ну не сильно Торчали И не были Утоплены Вот как-то так Все это дело Приклепалось Ничего не мешает Все накрыто Все закрыто Даже Почтовый ящик Врезал Я не знаю Показывал Не показывал Ну все это О культуре О культуре Так сказать Везде все Позагинал Даже С этой стороны Не дорезал А завернул Почтальон Приходил Аж Не нарадовалась Говорит У остальных Эй Пальцы режу А у вас Так все Хорошо Ничего Нормально И все Удобств Как говорится Удобства Не знает Как говорится Предела Никакого ключа Подошел Комбинацию Какую надо Нажал Можно тут Хоть Ее задать Любую Хоть на одну Кнопку Хоть На все Кнопки Не знаю На 10 Любая комбинация Какая угодно И все И открывать Удобно И закрывать Удобно И там То же самое Вот Как-то так Так И получается У меня такая Штукенция Вот здесь Напильники Распиливал Напильником Вот эту Перемычку Круглым Это Высверливал Вот таким Сверлом Все Это Разметил Заметил Переметил Короче Здесь Два Куска Сейчас Надо Это Достать Где У нас Ключ Личина Заметил Вот Здесь У меня Два Куска Трубы Два На Два И Пластина Вот такая Приварил Это Труба Вот такая 100 на 100 10 на 10 Грубо говоря Вот из нее Там какую-то Часть Вырезал Она валяется Эта Часть Вот из нее Одну и другую Часть Вот Так Прихватил Здесь Чтобы Шурупы Можно было Жагнать Вот эти Вот Которые Уши Держат Ну и Свободненько Как бы Он сам Сам станет Как ему надо Чтобы не было Там Перекосов Закусов Вот И все это Дело Подогнал Просверлил И Вот так Вот у меня Здесь все Ровненько Здесь То же самое И вот Эта Штукенция У меня Будет Становиться И Как она там Вариваться Вот сюда Я буду Варивать Вот таким Вот образом Одной рукой Неудобно Конечно Все это Настраивать Вот Ну короче Смысл Понятен Тут все Совпадет У меня Понятное Дело Тут совпадет Здесь Проварю Здесь Проварю И сверху Какой-нибудь Тоже Вырежу Из этой же Трубы Заглушу Снизу Ничего делать Не буду Мало ли Какая Водичка Она Спокойно Выбежит Да и все Не будет Он у меня Разборной Просто будет Вставляться Внутрь Обычный Стандартный Замок Со Все Такой Большой Были Поменьше Там Туки Другие Я взял Такой Который Как говорится Стандартный Большой Подходит Под все Эти Самые А что я делаю Неразборную Ну в дверях же Деревянных Когда выбирают Тоже Долбят Стамесками Все дела Ничего страшного Почему такая Большая Чтобы Ручку Можно было Прикрутить Встанет Она Поверх Замка Здесь И здесь Она По низу Прикрутится И все Отлично Получился У меня Вынос Вот Такой Вот Сюда Здесь Будет Проходить Профилина Ложится Как раз Она И прижмется Ручкой С обратной Стороны Прямо Сюда Потому Что У меня Вот Так Он Крутится Вот Такая Штука Все Сейчас Привариваю Обвариваю И Сегодня Буду Проваривать Вот эти Вещи Вчера Не успел Сейчас Вот так Заложил Дистанцию Труба Ну Чтоб Ровненько Все Было Не знаю Солнце Светит Может Так Будет Виднее Вот Так Как Тут Тоже Труба Двоечка Ну И здесь Дистанция Чтоб Он Был Внутри Без Перекосов Этот Коробок Без Ничего Все Под Стандартный Замок Вот Такая Получится У меня Штука Все Начинаю Варить Сварил Коробешку Вот Такой Вот Под Замок Вот Получилось Оно У меня Тут Проваренное Сверху Заглушил Везде Все Хорошо И Капитально Снизу Ничего Не Заглушал Как Для Чего Потому Что Когда Замок Станет Обычный Стандартный Замок Мало Ли Может Вода Там Куда Когда Попадет Спокойно Выйдет Да И Все Вот Такая У меня Получилась Штукенция То Есть Сбоку Трубы Все Это Мы Выставим Привентим Прикрутим Вот Такая Штука Отлично Все Отлично Солнце Светит Не знаю Пойдет Так Доделал Я Вот Эту Все Фигню Все Целый День Вот Только Закончил Отшлифовал Еще Горячее Тут Проварил Тут Заглушил И Здесь Чуть Подогнул И Проварил Вот Тут Накладочка У меня Станет Еще Вообще Все Уже Замечательно Вымерено Вымерено Вымечено Все Закрывается Замыкается Все Отлично Вот Внизу Не глушил Внизу Оставил Также Для Стека Воды Если Будет Попадать Туда Да То Она Будет Спокойно Выходить Вот Такая Штукенция Все Сейчас Что я Метод Железа Размечаю И Хочу Сегодня Успеть Все Это Дело На Листогибе У своего Ячка Погнуть Позаворачивать Края То Есть Поподгоняю Ворота Калитку Вот Сегодня А завтра Наверное Если Погода Будет Все Это Дело Покрасится Как То Так Все В принципе Мне Все Нравится Отлично Получилось Тут Я еще Ничего Не Размечал Все Это Будет Потом Когда Лист Будет А пока Вот Замок Должен стать С листом Вместе Вот Где-то В такой Вот Вот Так По идее Ну Посмотрим Все Загадывать Не буду Погнал Я Размечаться Резаться Зарезаться Все Это Дела Вот Мерочка До сих пор Висит Которая Сереге Понравилась Так Итак Мужики Вот Смотрите Отрезал Лист Сейчас Попробую Вставить Сюда Под Волну То есть Как Он Должен Примерно Приблизительно Понятно То есть Волна Перекрывает Здесь И получается Здесь Что На край Меня не выходит Нижняя волна Мне надо Чтобы нижняя волна Вот эта Вышла на край Для чего Для того Чтобы калитка Верхняя волной Перехлестывала И закрывала Этот самый Вот здесь Вот Эту Штукенцию То есть Капитально Что я буду Сейчас Делать Специально Отрезал Больше Я его Сейчас Тупо Разверну И Сделаю Волна Возле волны Так Ну здесь Я не знаю Как Здесь уже Все равно Как выйдет На Воротинах Ну а здесь Я уже буду Подгонять Тоже Как мне надо Там уже Другая история То есть Возьму Вот так вот Лист Оба Одной рукой Вот этот Плоский край Мы тоже Завернем В другую сторону Поставлю Вот таким Образом Две волны Одинаковых Рядом Визуально Его Видно Как бы И не будет Если Никому Не объяснять Вот Ну то есть Забор Идет Идет Все И таким Образом Вот Теперь Нижняя волна Листа У меня попадает На край То есть Тут уже Хватит Мне места Вот здесь Его отрежу Как раз По Изгибу Мы его Завернем Сколько мне надо И еще И для шурупа Места там Хватает То есть Вот такое Будет у меня Решение Поставить Волна Возле волны Ну а там Чтобы жесткость Придать Я вот этот Лист Заверну В эту сторону В обратную И он там Скроется И будет Жесткий Вот Вот такая Вот штука Другого Варианта Я не вижу По крайней Мере Мне не принципиально Внутри Как раз Когда завернется Лист Вот этот Движу Но его Видно Не будет Он туда Приляжет Вот такое Вот решение Пустить его Немножко По-другому Чтобы не мучиться Потом По той же схеме Вот эта калитка Там А эта уже Другая И ворота Вот здесь Они поуже Сейчас Расквитаю Забором Буду Лить Бордюр Еще С этой Стороны На метр Может На метр Пятнадцать На метр Десять Чтоб Тротуар Был Шире Все это Потом Плитку Снимать Буду Ложить Другую Плитку Вот такая Штукенция Собрал Вчера Скрутил Все Все хорошо Зазорчики Все отлично Здесь же Я же показывал Пришлось мне Сделать Вот так Вот Поставить Две Верхних Волны Рядом Потому что У меня Не выходило Вот здесь Клепки Надо еще Поставить Здесь и там Не выходило Вот эта Штукенция Не становилась Вот как только Вот это я поставил Дальше Весь забор Пошел Так как надо Вот эти Перехлесты Все Нахлесты Здесь Накладочка Будет стоять Вот Сейчас Ручку Врежу Вот такая Штукенция Все Закрывается Тут Вот так У меня Стыкуется Ну У нас Все Завальцовано Отлично Тут Все Тоже Закрывает Ну То есть Без Выделения Как говорится Где вход Где выход Где заход Вот так вот Воротина идет Тоже тут Если Смотреть Все Отличненько Все Замечательно И здесь Я Вот на этой стороне Тут же У меня Вот такая вот Ширина Навесы Идут Аж вот тут На вороте На воротине И чтобы Вот этот Аппендицитик Отдельно Не делать Я его Сделал На воротине Полностью То есть Когда открываешь Открывается Еще Такая вот Штука Вот этот Столбик Вместе Точнее Не столбик Но он Швеллер Вместе С вот этой Штукенцей Чтобы ее Не вырезать Ничего тут Не трогать Ни соседский Забор Ничего У меня Она Вот так вот Выпирает Но они Открываются Очень редко Эти ворота Так сделал Чтобы были Ну и тем не менее Когда Закрываешь Их То закрывается И все остальное Абсолютно О Даже одной рукой Давил сюда И ворота Закрылись Так как надо А почему Они закрылись Так как надо Потому что У меня здесь Та же самая Шайбочка Центровочная Прихваченная Здесь Дистанционная Пластина То есть Когда Они вот Начинают Закрываться Они Центруются Автоматически Сами Не надо Их там Ловить Не нужно Там ничего С ними Делать И Планочка Того же Типа Как и там Здесь Опускается Ну а здесь Будут В землю Там Или так Не знаю Здесь буду Делать не буду Но Эти трубки Приварил Лишними Не будут Даже если Там и штырей Не будет Вот Ручка Как раз У меня Ручка Из-за того Что я волну Вот эту Поставил Рядом Вот этот Паз Нижняя волна Как раз У меня Вышла На замок То есть Ручку Прикручиваю И она У меня Становится Вот этому Замку А так Она попадала На верхнюю волну Пришлось бы Там что-то Дистанцию Какую-то делать Ну и плюс Опять же Эти перехлесты Всякие Разные Всевозможные Они бы Не попадали Все По той же схеме Все То же самое Только Другой заезд Все Сейчас Ручку Врезаю Потом Разбираю Сейчас Туманец Как раз Сядет Чуть-чуть Просохнут Трубы И можно Красить Вот Так Ну С этой стороны Тут Дело Близится К финалу Остался Последний Лист Вот Короче Тут я Доску На ребро Выставил По уровню Все Чтоб не Заморачиваться Там с этими Вымеряниями Всеми Остальными И просто Ставлю Лист Сейчас Посмотрим Что тут у нас Выходит У нас Полный Как говорится Ноль Да Все Все в нуле Такая же Мерочка Только Другую Уже Согнул Цепляю Все И вперед А потом Доску Уберу Сколько Надо Выставлю На центр Трубы Просто Буду Подводить И мне Уже Будет Видно Где Ставить Шуруп И так Каждый И все И никаких Рулеток Никаких Карандашей Никаких Заморочек Вот таким Вот образом Все Получается Чуть Ниже Потому Что Просечки Тут Не будут Ну Сетку Соответственно Убирать Не буду Пускай Она Соседям Остается Если Дюже Будет Мешать Тогда Ничего Мне тут Не составит Большого Труда Ответить Три Листа И Все Это Дело Убрать Тут Столб Поставил Отдельно От виноградника Чтоб Вообще Никак Не был Завязан С виноградником Я На своем Участке У поста Не на меже Вот Мне так Захотелось Так Все Сейчас Крайний Листочек И Как говорится Финиш Да Поверху Кидаю Уголок И Все С Забором Покончено По крайней Мере С профилем Вот Такая Штука Продолжение следует... Продолжение следует...